Приветствую вас, Диля. Давайте разберем ваш текст. Ну, смотрите. Во-первых, я бы сказал так, что вы травмированы сейчас тем, что у вас произошло с вашим молодым человеком. Теперь же, я так понимаю, бывшим. Вот. Также мне кажется, что вам самой по себе ничего особо неинтересно было, ну, изначально. То есть, именно вот неинтересно. То есть, ну, что это значит? Значит, что нет каких-то своих у вас целей, своих ориентиров, своих стремлений. Вот, ничего этого нет. На мой взгляд. И это, наверное, достаточно серьезная проблема, потому что... Потому что... Ну, именно таким образом вы становитесь, ну, зависимы от других людей, от мужчин в час. Вот. Ну, совершенно очевидно, что близости в определенной степени вы боитесь. Вот. Совершенно очевидно, что вы не верны в себе, у вас занятена самооценка, за счет чего мужчина может получить какую-то возможность вас принизить. Как-то вот вас задеть и прочее, прочее. И, собственно, ключевой и один из главных моментов здесь в том, что вы хотите отношений долгосрочных. Вопрос зачем? Что вы пытаетесь в себе запомнить? Из чего... Рождаются ваши желания, отношения? Вы говорите, что с мужчиной познакомились вы на сайте знакомств. Почему на сайте знакомств? Почему не в реальной жизни? Почему вы не... Предпочитаете знакомиться непосредственно в процессе, как бы, реализации процесса, любимого вашего процесса, который предоставляет вам удовольствие? Каково ваше окружение? Что оно из себя представляет? Какие люди вас окружают? Как они вас воспринимают? Боль. Боль. Что именно вам больно? От чего вам именно больно? Это вопрос, на который, я думаю, вам нужно поискать ответ. От чего именно вам больно? Что болит? Боль в данном случае представляет из себя задел, задел, повторяет из себя, представляет из себя задел на будущее для вашего личностного роста. И, да, вы выстраиваете отношения, конечно, деструктивно, но не потому, что вы ведете себя как-то неверно, а потому-то чересчур нацелены на отношения. Слишком сильно. Слишком сильно. Слишком сильно нацелены на отношения. И у этого есть своя причина. У этого есть свой мотив, условно говоря. И именно его мотив и необходимо разобрать, в первую очередь. Обратите внимание, Диля, на то, что вы не задаете свой вопрос. Вы не формулируете запрос, то есть конкретно, что и как вы хотите от психолога. Что вам нужно от психолога. Вы просто описываете свою ситуацию, что вот такая ситуация, хочу долгосрочное отношение. И что? Ладно. То есть, понимаете, вот нет ощущения, что вы готовы что-то менять. Нет такого ощущения, что вы готовы что-то менять. Нет ощущения, что вы готовы что-то делать. Нет, такого ощущения не возникает. Это проблема, это проблема. Ну, как мне вот кажется, если мы говорим непосредственно о вашей ситуации. Вот в принципе то, что я могу вам сказать. Вот смотрите, вот у вас была энергия до встречи с человеком. Да? Теперь она пропала. Это означает, что вам ничего не интересно. Подумайте, как так получается? Как получается, что вам не интересно ничего из своего собственного. Что вас не интересует собственное развитие, собственное стремление куда-то. Дальше. Вы начали играть в недоступную. То есть, там, отменили встречи, всякое такое. Грубо говоря, искусственно, стали искусственно добивать себе цену. Очень важный момент. Для чего? С какой целью? Что вы надеялись добиться? Что вы надеялись получить? Опять же. Опять же. Это очень важно. Подумайте об этом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Подписывайтесь на работу. Продолжение следует...